так сейчас проверю этот запись идет трансляцию я не запустил еще секунду понятно идет прямая трансляция коллеги приветствую я александр молчанов и это очередной второй урок нашего онлайн тренинга сценарий за неделю напишите пожалуйста в чате видите ли вы меня слышите ли вы меня видно ли меня слышно ли меня напишите пожалуйста в чате так пока вы подключаетесь давайте и пока пишите отмечайтесь чтобы не терять время отвечу на один вопрос вопрос очень неплохой дарья беркут спрашивает из-за сессии нет возможности смотреть онлайн но очень хотелось бы услышать ответ на вопрос это нормально если сценарист пишет в абсолютно разных жанрах или необходимо сразу определиться где ты силен не хочется быть мастером на все руки которые ничего не умеет ну вот смотрите я работал в разных жанрах и большую часть я очень люблю детективы большую часть в жанре детективов но у меня были и и комедии были и мелодрамы самые разные жанры дело вот в чем дело не только в специализации хотя и специализации тоже есть скажем так есть жанры менее специализированны да например там не знаю жанр мелодрамы скажем менее специализированный Жанр детектива, как ни странно, менее специализированный Есть жанры более специализированные Например, жанр исторического сериала или исторического фильма В котором вам, естественно, нужно очень хорошо уметь работать с материалом, с историческим Или жанр комедии, тоже очень специализированный жанр И вот эта специализация, помимо производства, да, то есть сценарий комедии Он производственно пишется ситком, сериал, комический сериал Пишется совершенно производственно по-другому, чем сериал, скажем, детективный То есть детективный сериал очень часто один человек может написать Или два-три небольшая команда, а ситкомы чаще всего пишут большие команды Потому что там самое главное не сюжет, а самое главное это вал шуток И вот эти шутки, они чаще всего рождаются не сидя за столом, а в процессе мозгового штурма И вот эта специализация производственная, она, в числе прочего, подразумевает и специализацию Связанную, что, ну, что называется, с тем, как, там, с какими компаниями вы работаете С какими каналами вы работаете и так далее, и так далее, да То есть если вы пишете комедии, то, скорее всего, вы работаете с каналом СТС или каналом ТНТ Скорее всего вы работаете с производственной компанией, с какой? С Comedy Club Production или с Good Story Media И вы волей-неволей, если вы там начинаете работать, да, вы начинаете туда врастать То есть если вы, например, работаете в Comedy или в Good Story, то вы просто работаете на работе Да, вам платят зарплату, у вас есть рабочее место Вы приходите в 9 утра или там в 10 утра приходите на работу, садитесь и там работаете Да, то есть вы начинаете, скажем так, у вас все производственные связи находятся там, где люди делают комедию У вас просто нет шанса познакомиться с продюсером, который может вам заказать детектив И, кстати говоря, когда Good Story Media получили заказ на детектив, они своими силами его сделать не могли У них просто авторов не было И способностей, скажем так, компетенции не было для того, чтобы писать детектив Поэтому они меня и пригласили, да, как специалиста именно по детективу И, соответственно, да, вот мы с ними делали этот проект И больше они, насколько мне известно, больше они за детективы не брались Вот, поэтому, естественно, так или иначе у каждого сценариста происходит специализация И обучение сценарному мастерству это довольно сложный процесс Это занимает годы И становление в индустрии тоже занимает годы Поэтому очень часто для сценариста, да, это вы стихи можете писать Первое же стихотворение написать и получится гениально Да, а чтобы вы научились писать современный сценарий по степени сложности Это как космический корабль Это не какая-то такая простенькая поделка И уходит 7, 8, 9, 10 лет на то, чтобы человек полностью овладел компетенциями И встроился в индустрию, что называется И после этого человек там работает, там, 40-50 лет Сценаристы живут очень долго И, естественно, специализация в любом случае происходит Так, хорошо Сейчас я гляну, что у нас в чате Так, есть, видно, слышно Отлично Мы продолжаем Друзья, я также напоминаю, что сегодня ночью я включу Запущу набор на онлайн-курс Базовый сценарный курс нашей сценарной мастерской Если вы, например, уже поняли, уже решили, что да Наша мастерская Во-первых, да, вы хотите учиться писать сценарий Вы хотите стать профессиональным сценаристом Вы хотите себя в этом попробовать И да, наша сценарная мастерская Это то место, где вы хотите это сделать Если это так, то сегодня там где-нибудь там с полуночи Можно уже подавать заявку И занимать место в мастерской Ссылка находится у вас перед глазами Итак, есть какое-то количество домашек Написали, сдали То есть у вас есть некие истории Рассказанные неким способом Большая часть ваших историй Рассказана литературным языком То есть, так или иначе, это рассказы И сейчас наша задача с вами Разобрать эти истории на составные элементы Для того, чтобы собрать из этих историй кино То есть, поставить на кинофундамент Это, кстати, то, что мы делаем на базовом сценарном курсе То есть, я ставлю вот это киношное зрение Для того, чтобы сценаристы Уже сразу, собирая историю Уже сразу ставили ее Сочиняли ее по киношным принципам Понимаете? Вот есть такая штука Вот начинающий сценарист пишет какую-то историю Ему кажется, что это прям вот настолько прям кино-кино Это все сейчас Голливуд сбежится Прибежит и купит эту историю И любой профессионал Любой редактор Любой режиссер Любой продюсер Смотрит на это все Читает и говорит Блин, детский сад какой-то Да, то есть Ну, это вообще Вообще мимо денег Вот И Такой начинающий сценарист Смотрит, например, на какую-то заявку Написанную Профессионалом Киношным И ничего не понимает Что такое? Это же какая-то чушь Это же какой-то бред Я же написал в тысячу раз лучше Да, что вообще происходит А любой киношник Смотрит на заявку И он сразу же видит Да, там может быть в этой заявке Там какие-нибудь орфографические ошибки Там что-то там Не как-то Вообще Ну, как бы Не Нет какого-то там вроде бы увлекательного сюжета Но он сразу видит, что в истории есть герой Есть конфликт Есть система персонажей Да, есть сюжетные повороты И понятно Есть сюжетный движок Понятно, как историю развивать И мне случалось видеть такие заявки Которые там вот на полстранички И сразу понимаешь Все, вот из этого можно делать кино И вот это вот отличие Да, то есть может показаться Там новичку может показаться Что это какой-то заговор такой Профессионалов кино против новичков Что вы что-то делаете такое Непонятно, что вы делаете Почему вот это сразу же снимается сходу А вот это я же в тысячу раз лучше написал А вот это никому не надо Никто не хочет это снимать И возникают всякие теории заговора Что типа только своих продвигают Там и так далее И так далее Каких своих? О чем вы говорите? Ребят, я парень и сям же У меня в Москве никаких связей не было Ничего Очень-очень быстро Да Очень быстро То, что я писал Сразу же Практически сразу же Начали снимать Ставить на сцене И так далее И так далее Просто потому, что я понял Как эта штука работает Как работает драматургия И ставил историю Сразу же На те рельсы На тот фундамент Который Который нужен И это Вот если вы это поймете То это как ездить на велосипеде То есть Если вы уже один раз Научились ездить на велосипеде Я не ездил там Ну много лет Десятки лет не ездил на велосипеде Но вот Приехали в деревню С дочкой поехали на велосипеде Кататься Да Я взял Сел И сразу же поехал Да То есть Как не было этих там 20-30 лет Когда я не ездил на велосипеде Вот здесь то же самое Если вы Научитесь И поймете Как это делать Развидеть это Вы уже не сможете Итак Сейчас мы Немножечко Пробежимся По самым-самым основам Прежде всего У меня к вам Такой вопрос Чем На ваш взгляд Хорошее кино Отличается От плохого Что есть В хорошем фильме И чего нет В плохом Пишите в чате Так Так У нас Я посмотрел Три с половиной Тысячи Прослушиваний Первого урока И В прямом эфире Вчера было 180 человек Сейчас 125 Друзья Я настоятельно Рекомендую Приходить И слушать В прямой эфир Я понимаю Что есть Запись Есть работа Да Прямой эфир Во-первых Другая энергия Совершенно И во-вторых Есть возможность Быстро откорректировать Задать Быстрый вопрос Да И получить От меня Какую-то Важную Для вас Обратную Связь Так Очень хорошо Все версии Правильные То что вы Пишите Хороший фильм Держит Не отпускает Внимание Непредсказуемость Небанальность Интрига Должна быть Мощный конфликт От хорошего Не оторваться Не просчитываешь Сюжет Вот смотрите Это и есть Самая главная Тайна кино И я эту тайну Узнал на первом Уроке В Афгике У моего мастера Александра Мануиловича Бородянского Выдающегося Сценариста Выдающегося мастера Которого я очень люблю И уважаю С которым Мы продолжаем общаться Регулярно встречаться Созваниваться Главная тайна кино Состоит в том Что зритель В каждый момент Времени Когда он смотрит кино Должен ждать Что будет дальше Все Все остальное Вторично Спецэффекты Сюжет Вообще все Актерская игра Все это вторично Если зритель ждет Что будет дальше Кино хорошее Если не ждет Значит кино плохое Когда Когда он сказал это На занятии Мне показалось Что это какая-то ерунда Что это какая-то банальность Ну что-то такое Ну Самоочевидное Но у меня ушел Весь первый год Я два года учился Во ВГИКе Это очное Очное отделение Считается Но На самом деле По сути Это вечернее отделение Мы вечерами И по выходным Учились И На базе На базе Первого высшего образования И Весь первый год У меня ушел На то Чтобы убедиться В том Что так оно и есть Я посмотрел Несколько сотен Разных фильмов Там Кучу сценариев Прочитал и так далее И убедился в том Что да Да Действительно Так оно и есть И весь второй год У меня ушел На то Чтобы понять На то Чтобы научиться Как это делать Вывести некие основные принципы Вот эти базовые принципы Я сейчас вам и расскажу Во-первых Какие есть способы удержания Помимо сценарных О которых мы будем говорить Есть удержание За счет темы Например Есть какая-то тема Которая Всех зрителей Задевает И все Зрители Этой темой Интересуются И с удовольствием Пойдут Смотреть На любое Кино Снятое На эту тему Ну например Есть какая-нибудь Знаменитость Элтон Джон Фредди Меркури Стив Джобс Да И мы Делаем кино Про эту личность И все люди Которые Являются фанатами Этого человека Они считают Своим долгом На это кино Пойти Да То есть Вот это Удержание За счет темы Или есть Какое-то Историческое Событие Тоже В котором Все хотели бы Узнать Как Да Как Эта история Об этом событии Будет рассказана Дальше Есть режиссерское Удержание Когда Внимание Удерживается Не за счет того Как рассказывается История Да А за счет того Что происходит В кадре Каким образом Снято То То что мы Видим Ну например Представьте Берег моря Девушка Входит В воду Да Подходит Подходит к берегу Раздевается Входит в воду Купается Выходит Одевается Уходит Не очень Интересная сцена Да Ну если Девушка Симпатичная Например Да То ну Можно на девушку Посмотреть Другой вариант Мы берем Ставим Значит Заросли Какие-то Между нами И девушкой И снимаем Такой Дрожащей Камерой Да Как В догме Ларса Фон Триера И Закладываем Добавляем Закадровый Закадровое Дыхание Да Что кто-то Идет Дышит В камеру Дышит Дышит За кадром Да Мы слышим Это дыхание И кто-то За этой девушкой Следит И мы видим Все то же самое Девушка Подходит Раздевается Купается Одевается Уходит Но мы понимаем Что кто-то За ней следит Нам сразу же Становится интересно Да То есть у нас Появляется Такой взгляд Чужого Или например Все то же самое Девушка Купается Но в тот момент Когда оно под водой Мы накладываем Саундтрек И все И нам У нас сразу Сердце готово Выпрыгнуть из груди Нам сразу же Становится интересно Что-то там Такое происходит Вот это Не сценарные Способы Удержания Интереса Это режиссерские Да Ими мы заниматься Не будем Мы будем Заниматься Удержанием Интереса Именно за счет Истории Здесь есть Разные нюансы Есть разные Способы Рассказывать Историю И Я сразу же Сделаю оговорку Почему Потому что Вы же все умные Вы все насмотренные И сразу же Мне кто-нибудь Мне обязательно От кого-нибудь прилетает Такой же Типа Александр А вот я смотрел Фильм Сатан Танго Там Семичасовое кино В котором Есть сцена Там Сорок минут Просто играет Аккордеон И какие-то пьяные люди Танцуют И мне все это время Было интересно Что вы на это скажете Вот я сразу же Да Отметая все эти Все эти Ехидные вопросы Да Я сразу же скажу Что у мистера Маки Помянутого вами Вчера В книге История на миллион долларов Есть довольно симпатичная Такая фигура Треугольник Маки В котором он разделил Все основные сюжеты На три категории Первая категория Это Архи сюжет Или Классический сюжет То есть Это все Фильмы В которых История Построена По Принципам Архетипическим Где в основе Лежит конфликт Где в основе Лежит герой Который движется К цели Преодолевает Препятствия Да То есть Где Рассказана История Кроме того В этом треугольнике Есть мини сюжет Мини сюжет Это прозаическая Структура Это условно говоря Такие фильмы В духе Зеркала Тарковского Я Сейчас сильно Упрощаю Да Но Это условно говоря Фильмы В которых Удержание Зрителя Идет За счет Режиссерской Работы Нежели Сценарной Да То есть Нам интересно Не то Как история Рассказана А то Как история Снята И Я не случайно Помянул Тарковского У него есть Книга Замечательная Запечатленное Время И вот В этой Книге Я понимаю Что я на вас Сейчас кучу Информации Обрушиваю Это не значит Что нужно Сразу же там Бежать Читать Найдете Время Почитаете Просто Мне важно Чтобы вы Понимали Как бы Некие Фундаментальные Вещи Вот на мой Взгляд Запечатленное Время Это Ну Лучший Учебник По написанию По работе Вот этой Прозаической Структуре Многие Сценаристы Очень любят Прозаическую Вот эту Структуру Такую Ослабленную Где Может быть Слабый Герой Пассивный Где Может быть Несколько Героев Где Может быть Открытый Финал Да Вот такой Артхаус Условно Говоря Но В реальном Производстве Такие Сценаристы Не Выживают Потому Что Режиссеры Такие Такого Рода Сюжеты Предпочитают Писать Сами Им Для этого Сценарист Не Нужен Для того Чтобы Написать Прозаическую Структуру Хотя Зеркало Тарковский Писал Смешенным Но Вот Если Интересно Как Тарковский Работал Со Сценаристом Ну Почитайте Есть Хорошая Книга Написанная Моим Однофамильцем О том Как Стругацкие Писали Писали сценарий Вместе С Тарковским Сколько Сколько Он Мозгов Выел Так вот Прозаическая Структура Ослабленная И есть Антисюжет Антисюжет Это Абсурдистский Сюжет Это Условно Андалузский Пес Бенюэля В котором Вообще Ничего Непонятно Логика Отсутствует Напрочь Но Все равно Все время Интересно Да Потому Что Все время Происходят Какие-то Визуальные Аттракционы В которых Правда Ничего Непонятно Да В которых Нарушена Логика Нарушена Структура Времени Да То есть Нарушены Правила Постоянно Нарушаются Правила Мира Они Все время Создаются И все Время Нарушаются И за счет Этого Нарушения Происходит Удержание Внимания Поэтому Мы с вами Будем Говорить О Классической Структуре О Классической Кинодраматургии А в Классической Кинодраматургии И Это Классическая Кинодраматургия Да Это там 90% Фильмов И сериалов Которые Выходят На экраны Если Вы Хотите Работать Сценаристом Вам Нужно Знать И уметь Работать Именно В этой Классической Кинодраматургии И В ней Главное Что Удерживает Внимание Зрителя Это Герой Если Если Вы Посмотрите Вообще Любой Хороший Классический Голливудский Фильм Или Современный Сериал Вы Увидите Что Там Всегда Есть Сильный Интересный Герой Или Если Это Сериал Герой Система Персонажей И Если Продюсер Прочитав Ваш Сценарий Говорит Вроде Все Классно Все Мне Нравится Но Мне Не Нравится Герой Да Это Значит Что Сценарий Надо Писать Его Заново Потому Что Герой Это И Есть Сюжет Герой Это И И И И И И И То есть Если У Вас Есть Сюжет Но Нет Героя Значит У Кто 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 Считает Что Герой Должен Быть Таким Чтобы Зритель Узнавал В нем Себя Но Здесь Есть Очень Важный Нюанс Я Всегда Рассказываю Эту Историю Очень Люблю Теща Один Раз У меня Спросила Саша Почему Ты Все Время Пишешь Сценарий Про Каких Разбойников Давай Ты Напишешь Сценарий Про Нас Про Бабушек Про Пенсионерок Я тут же Начинаю У меня Мозг Сразу Заряжен Сразу Начинают Возникать Мысли Какие Так Сюжет Пенсионерки Расследуют Преступления И так Далее Но Дело Вот в чем Если я Напишу Сценарий Про Бабушек Пенсионерок Такие Какие Они Есть На самом Деле Такие Какие У них Есть Проблемы Все Зрители Которые Это кино Посмотрят Они Скажут Мне Что Я Занимаюсь Очернением Действительности Что Это Чернуха Потому Что Если Вы Рассказываете Про Человека Такого Какой Он Есть Являетесь Зеркалом Для Него Ему Читатель Всегда Это Отражение Воспринимает Как Кривое Зеркало Поэтому Если Писать Сценарий Про Бабушек Пенсионерок Да Это Должны Быть Такие Бабушки Принцессы Бабушки Супер Боевики Да То То есть Быть Такими Бабушками На которых Все Захотят Быть Похожими То есть Зритель Должен Не узнавать Себя В герое А должен Быть Должен Хотеть Быть Таким Какой Есть Герой Что Для Этого Нужно Прежде Всего Герой Должен Обладать Некой Супер Способностью Которая Которая У зрителя Нет А у героя Она Есть И чтобы Зритель Хотел бы Эту Супер Способность Получить И вот От этой Супер Способности Зависит Какой Аудитории Вы Адресуете Своё кино То есть Если это Человек Пожилого Возраста То Его Например Может Интересовать Супер Способность Героя К аналитической Мыслительной Деятельности Да Или Например Супер Способность Находить Общий Язык С Любыми Незнакомыми Людями Или Супер Способность Манипулировать Обладать Властью Влиять На других Людей Да У меня Тоже Очень люблю Эту Историю В самом Начале Когда я Только Сформулировал Вот этот Тезис Да Герой На которого Хочется быть Похожим И мне В ЖЖ И написал Пост В ЖЖ И мне Кто-то Так Ехидно В комментариях Написал Александр Что же Вы считаете Что я Хочу быть Похожим На главного Героя Фильма Молчание Ягнят Ганнибала Лектора И я Этому Человеку Ответил Вы Настолько Хотите Быть Похожим На Ганнибала Лектора Что Вы Игнорируете Тот Очевидный Факт Что Ганнибал Лектор Не Является Главным Героем Фильма Молчание Ягнят Главным Героем Является Клариса Старлинг На самом Деле Я Немножко Конечно Передернул Клариса Старлинг Является Протагонистом Фильма Но Героем Воплощением Идеала Авторского Является Именно Ганнибал Лектор И это Мы Можем Судить Хотя Потому Что Было Снято Несколько Фильмов Про Ганнибала Лектора И Ни Одного Фильма Про Кларису Старлинг Мы Ее Как Героя Не Воспринимаем А Теперь Скажите Мне Друзья Мои Какой Супер Способностью Обладает Ганнибал Лектор Которой Вы Все Поклонники Этого Замечательного Фильма Хотели Бы Хотели Бы Приобрести Напишите В чате Ну Если Вы Не Являетесь Поклонником Этого Фильма Не Считайте Его Хорошим И Интересным Очевидно Что Вы Ну Как Не Подключаетесь К Этой Супер Способностью Она Не Является Для Вас Ценностью И Это Совершенно Нормально Потому Что Ну 7 Миллиардов Человек Не Являются Поклонниками Этого Фильма Да То есть Все Человечество Не Является Его Поклонниками Какое Это Количество Да Является Так Смотрим Харизма Проницательность Интеллект Дар Убеждения Внутренняя Сила Так Есть ли Социальный Запрос На Типаж Героя Для Каждого Времени Конечно Разумеется Разумеется Есть Есть Время Для Героя И Время И Место Для Героя Данилы Багрова Да А есть Место Для Героя Стива Джобса Поэтому В разных Обществах Разные Герои В разных В разные Периоды Поэтому Я Много Лет Уже Жду Что У нас Появится Как Герой У нас Появится Предприниматель Не Воин А Предприниматель Я Прям Очень 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 Хотел Чтобы Нашим Героем Стал Предприниматель Строитель Да У нас Предприниматель Это Кто У нас Есть Фильмы Про Предпринимателя Про Сергея Мавроди МММ Да Вот Такой У нас Герой Предприниматель Так Считывает Людей Власть Интеллект Сила Влияния Понимание Харизма Ну Вы Все Абсолютно Мы Понимаем Что В основном Да Вы Все Пишите Про Одно И то Ж Да То Есть Это Способность Считывать И управлять Людьми Да Грубо говоря Способность К манипуляции При Этом Ну Полное Отсутствие Каких бы то Ни было Этических Ограничений Вот И мы Все Подсознательно Мы Все Этого Хотим Хотим Да То есть Мы Хотели Быть Такими Может Быть Не На самом Деле Да Но Хотя бы На секунду Хотя бы В своем Воображении Быть Не Ограниченными Ничем Если Фильм Адресован Подросткам То Их Скорее Заинтересует Герой Со Суперспособностью Человека Паука Прыгать С небоскреба На небоскреб Например Да Вот Хочется И Вот Эта Некая Суперспособность Она Дает Возможность Захотеть Быть Похожим На Этого Героя Давайте еще одно Небольшое задание Я вам Сделаю Я думаю Что большинство Из вас Смотрело Фильм Про Вампиров Сумерки Да Там Очень интересно Сделано Там есть Явная Суперспособность Которая Прямо Показана Как Суперспособность И есть Суперспособность Которая Показана Нам Через Действие Просьба И Которая Является Сюжетным Сюжетным Сюжетной Основой Истории Давайте Мы попробуем Мне интересно Сможете ли вы Распознать Что это За Суперспособности Какие Две Суперспособности Есть У Главной Героини Одна Проявляется В самом Начале И Она Именно Как Суперспособность Работает Но Очень Быстро Она Уходит Из Центра Сюжета Но Есть Вторая Важнейшая Суперспособность На которой Построен Весь Сюжет Так Бессмертие Нет Бессмертие Она Приобретает Сейчас Буду Спойлерить Но Мы С вами Профессионалы Да Мы Неуязвимы К спойлерам Бессмертие Она Приобретает Ближе К концу Когда Она Тоже Становится Вампиром Так Неуклюжесть Эмпатия Любить Несмотря Ни на что До конца Умение Любить Умение Преодолевать Страх Невинность Вы Все Правы Все Я Все Это Принимаю Очевидная Сила Вампиров Самопожертвование И наивность Искреннее Умение Скрывать Свои Чувства Умение Любить Вот Интересно Там Есть Вот Александра Первая Дала Правильный Ответ Она Умеет Защищаться От Воздействия Вампиров Вампиры Умеют Читать Мысли Людей И Она Первая Девушка Первый Человек Которого Невозможно Прочитать То есть Она Не Неуязвима Для Вампиров Ее Мысли Защищены От Чтения Мыслей Вампирами И Это Становится Как бы Вампирам Становится Интересно Она Становится Этим Для Вампиров Интересно Вот Это Первая Ее Суперспособность Я Не Помню Она Объясняется Как-то В Фильме Или Нет Но Это Не Так Важно Но Самая Главная Ее Суперспособность Это Умение Будучи Не Очень Красивой Девушкой Актриса Поверьте Мне Очень Красивая То есть Я Видел Ее Ну Что Называется Вне Фильма И Ее В Фильме Специально Сделали Специальный Грим Для Того Чтобы Проще Было Себя С ней Идентифицировать А все Девушки Вне Зависимости От Их Красоты В глубине Души Сомневаются В своей Красоте Так Вот Будучи Некрасивой Девушкой Демонстративно Некрасивой Девушкой Она Влюбляет В себя Прекрасного Принца Да То есть Она Влюбляет В себя Вот Ее Суперсила И Вот К этой Суперсиле Естественно Любая Неуверенная В себе Девушка Да А все Девушки Подростки Да Они Все В себе Неуверены Парни Тоже Но У них Там Другие Свои Тараканы И Героиня Сразу Зрительница Сразу Подключается К ней Да То есть Эта героиня Влюбляет В себя Прекрасного Принца А Вампир Это Есть Прекрасный Принц И Там Дальше Уже Во второй Части Появляется Еще Прекрасный Пастушок Да Накачанный Такой Парень Оборотень Вот И Изначально Фильм Был Адресован Девушкам Ну Вот Тинейджерам Девушкам Тинейджерам И На первый Фильм Ходили Именно Они И Постепенно Там Сага Очень Грамотно Сделана Очень Грамотно Выстроена И Ее написала Мелисса Розенберг Сценаристка Блестящая Которую Например Написала Декстера Ну Я считаю Что она Там В десятке Лучших Сценаристов То есть Если Вы думаете Что Там Все Очень Простенько Сделано То Ничего Подобного Я читал Все Сценарии На английском Языке И Они Очень Классно Сделаны Так Вот Первый Первый Фильм Мы Еще Смотрели Где-то Там В интернете Для парней Что называется Да То есть Если Девушка Идет в кино Естественно Она идет С парнем Парню Скучно Все эти Сопли Да Для него Обязательно Нужно Хоть какую-то Сцену Сделать Где Энергичную Музыку Что-то Ритмично Происходит Да И там Есть Сцена Бейсбола Классная Я ее Раз Двадцать Пересматривал На Ютубе Ну Потому Что В каком-то Смысле Я парень Вот И И когда Мы пришли На вторую Часть Уже Понятно Я женатый Человек Мы пришли Уже В зал Был Полный Зал Девушек И было Два Парня Всего Я сидел Со своей Женой И рядом Еще сидел Такой Классический Ботаник Прямо В шапке Знаете Такие Ходят Парни Вот И мы с ним Перед началом Так Переглянулись Типа Чувак Ну мы с тобой Попали Вот И дальше Начинается Фильм И там Это просто Вот как Мы с ним Там сидели Просто как Две Две Девочки На матче Зенит Спартак Там Просто Вокруг нас Летали Крики Там Все Вопли Когда Появлялся Там Кто-то Говорил Этот Вампир Говорил Ты Меня Ты Меня Волнуешь Или Она Ему Говорила Ты Меня Волнуешь И Из Зала Кричали Девушки Ты Всех Нас Волнуешь Когда Оборотень Снимал Рубашку Появлялся Торс Мускулистый Там В зале Ооо Вот то есть это было такое абсолютно абсолютно направленное сообщение а дальше начиная с третьей части до чем дальше тем больше это кино становилось семейным потому что подрастали аудитория подрастала и она шла взрослела вместе с этим фильмом и например когда я пришел на третий фильм и какой-то зашел какой-то парень такой опоздавший два парня зашли мне такие с пивом в руках да то есть ну такие парни рабочие ребята вот и один из них так обернулся посмотрел на экран фильм уже шел и он на весь зал воскликнул о эдвард то есть и все заржали то есть он знал кто такой эдвард к этому времени да то есть к третьему фильму все парни тоже уже знали что происходит в этом кино и дальше это уже была семейная история да и соответственно да вот эта любовь она становилась основой всей истории да то есть она влюбляла в себя девушка собирала вокруг себя всю всю вампирскую семью до ее суперсила была любовь а не какая-то мистическая магическая дальше следующее что должно быть у супергероя это тайна то есть если у героя есть что-то что он скрывает то нам сразу же становится интересно мы сразу же подключаемся к герою и сразу же хотим узнать что за тайну он скрывает ну я думаю что вы все видели такие сцены в детективах когда молодой напарник входит у него там старый какой-то олдовый какой-то да ему дают напарника да и говорят только никогда не спрашивай его о том что случилось его женой или не спрашивай что случилось его предыдущим напарником да или там где где ты служил до при штабе писарем да то есть это такое обозначение того до тайна это не есть что то что мы скрываем тайна это есть что то что мы заявляем как тайну мы показываем и говорим у героя есть тайна есть герой без тайны да то есть это необязательный элемент но если у героя есть тайна сразу же он сразу же становится нам интересен дальше следующий у каждого героя должен быть недостаток если герой неуязвим если ему ничего нельзя сделать то нам за такого героя не страшно то есть мы понимаем что он выпутается из любой самой безвыходной ситуации есть такой такой издевательское обозначение такого персонажа если эта девушка его называет мэри сью а если это парень его называет мартин сью вот если вот появляется такая героиня красавица на длинных ногах которые все влюбляются которые все всегда получается да и сценаристы сразу гора ну понятно это такая мэри сью вот иногда сценаристы привет и друг другу передают по этому поводу в своих сценариях у меня был такой случай когда я назвал 1 1 героя назвал и дал ему имя фамилия маньяку имя одного моего коллеги сценариста типа приветик такой вот и выходит серия я включаю значит смотрю ее и это был сериал час волкова и там маньяк и герой говорит его зовут александр молчанов я просто чуть не упал то есть режиссер который снимал он увидел мой привет этому сценаристу и такое сейчас мы короче молчановый сюрприз и заменил вот этот вами на фамилия сценариста на мою имя фамилию это было мне было очень приятно это было очень весело вот и если вы смотрели был такой как же как же как же у него настоящее то название королевский гамбит или ферзевый гамбит на нетфликсе сериал и вот там во второй серии упоминается некая соседка по вот этому детскому заведению ее зовут мэри сью вот и для сценариста это сразу такое а ну понятно да как щелчок затвора то есть мы мы сразу же понимаем что тут имеется в виду и и все сценаристы которые все критики которые писали да вот эта героиня она типичная мэри сью все ну как бы нам дали понять ребят она не мэри сью еще копайте глубже дальше недостаток у супермен боится криптонита у хелеса если к лесу опита да если вы посмотрите хорошие голливудские фильмы там у каждого героя обязательно есть какой-то недостаток и самое главное что должно быть у героя это цель герой это человек который стремится какой-то цели и более того именно цель является главной для героя очень часто героя придумывает именно так сначала придумывается цель потом на эту цель придумывается герой я там в мастерской я даю эту боль это отдельная большая история по поводу целей там не несколько с нескольких разных позиций подходим вот сейчас я вам дам максимально упрощенное понятие о цели существует четыре основных вида целей и эти цели определяют жанр фильма первая самая распространенная цель это спасение то есть герой кого-то хочет спасти например себя например близкого человека друзей семью возлюбленную коллег город страну планету человечество вот кого-то он хочет спастись и чаще всего если речь идет о спасении то мы имеем дело с боевиком следующий вид цели это деньги и я бы сюда отнес все материальные ценности включая славу и профессиональное признание да то есть герой хочет получить что-то материальное здесь все просто чаще всего это либо комедия либо детектив следующий вид цели это любовь здесь тоже все понятно есть двое возлюбленных да они должны соединиться кто-то им мешает если соединились то это мелодрама или романтическая комедия если не соединились то это трагедия и наконец четвертый вид цели это месть герой приходит в мир фильма для того чтобы кому-то за что-то отомстить чаще всего жанр такого фильма это триллер так насколько понятно то что я вам рассказывал до до сих пор если понятно напишите понятно если что-то непонятно то задайте вопросы так ход королевы до ход королевы или ферзевый гамбит там разные названия есть я не помню просто как он в оригинале называется квинс гамбит до королевский гамбит какую суперспособность посоветуйте для женщин адвоката сегодня их праздник понятие я понятия не имею про что ваша история то есть если суперспособностью вашей героини будет выигрывать любые дела это будет одна история если суперспособности будет там связанная с отношениями какая-то это будет совсем другая история то есть в зависимости от того какая это суперспособность от этого и будет зависеть история которую бы вы будете рассказывать так тайну потом надо раскрывать да конечно если вы взводите круть крючок тайны и естественно надо раскрыть но здесь есть исключение есть фильмы которые построены в которых тайна не главное да то есть которых как бы есть какое-то правило мы вводим какое-то правило но мы не объясняем почему это произошло и сразу же говорим что мы это никогда не объясним например есть такой сериал leftovers оставленные там история про то как 2 процента населения земли вдруг исчезли и это никак не объясняется что произошло просто вот вот это произошло а все остальное про то что происходило дальше с людьми которые остались поэтому может быть и так может быть и так но нам как бы это и не заявляют как тайну нам сразу говорят что ребят мы не будем объяснять что что здесь произошло а есть сериалы в которых об есть каждая тайна объясняется и ведет к следующей тайне например lost был таким образом построен да там загадка за загадкой за загадкой за загадкой так не понял куда скидывать домашку сюда в комментарии в детских фильмах то же самое адвокат дьявола суперспособность выигрывать все пари кстати говоря вот раз фондорин сделан вот именно по этой схеме прям очень четко да там есть недостаток его эмоциональная бесчувственность да есть этот самый суперспособность он выигрывает все выигрывает все пари выигрывать все дуэли да то есть он все выигрывает за что не берется вот поэтому там вплоть до физической метки вот этого этой уязвимости его есть у нее седые виски так хорошо идем дальше тогда если все понятно теперь делюсь секретной фишкой очень важно понимать что в хорошем кино на самом деле у героя всегда не одна цель а две одна цель это цель которую герой осознает что он ее хочет получить да то есть например он хочет получить много денег но при этом у него есть скрытая цель которую он как цель не понимает и страдает именно от того что она не достигнута то есть хороший фильм этот фильм всегда не только про то что герой достиг цели а фильм про то что герой в процессе достижения цели понял что на самом деле он хочет чего-то другого то есть что эта цель вторая она всегда была у него самого начала но он ее как цель не осознавал и в какой-то момент у него происходит самооткровение он говорит так я же не денег хотел на самом деле я хотел друзей да я хотел семью как фильме человек дождя до человек думал что он хочет денег потом он понял что он хочет семью да и в разные у разных исследователей это называется по-разному кто-то называет это нуждой кто-то называет это необходимостью я называю это внутренней внешняя цель мне кажется что это проще до внешняя цель это цель которую герой понимает и мы понимаем и мы видим а внутренняя цель это цель которую герой не осознает как свою цель он не может здесь важно что он не может достигнуть и той и другой цели одновременно да то есть между целями должен быть конфликт и в процессе пути к движению движение к этой цели у героя наступает момент самооткровения когда он должен сделать выбор например он может выбрать либо мешок денег либо друзей если он выберет мешок денег до внешнюю цель тогда он проиграет а если он выиграет друзей он в моменте теряет этот мешок денег но по итогам он может и мешок денег тоже получить да то есть если ты выбираешь царство они принцессу то ты теряешь и царство и принцессу вот как это работает а если ты выбираешь принцессу но теряешь царство да ты за это можешь получить и принцессу и царство то есть вот так работает в кино вот этот правильный выбор например герой целью героя может быть выжить да но в процессе он жертвует своей жизнью и обретает бессмертие да например герой деле там как военным каком-нибудь кино до герой жертвует своей жизнью ради родины ради своих друзей и обретает теряет жизнь но обретает бессмертие и я буду как бы здесь ну обычно чаще всего герой обретает внутреннюю цель но есть фильмы в которых герой обретает внешнюю цель а внутреннюю цель теряет трагические фильмы например самый известный фильм такого рода это гражданин кейн citizen кейн в котором цель героя вернуть контроль над собственной жизнью он в начале жизни теряет контроль в начале фильма теряет контроль на собственной жизни и он дальше как он обретает огромную власть он становится повелителем мира но в итоге контроль над собственной жизнью он теряет и он в конце концов понимает что контролируя все он перестал контролировать себя да то есть он собой не владеет и финале когда он оказывается в огромном особняке полном античных статуй и он находит там вот эти санки с надписью бутон розы но он понимает что он проиграл да то есть он выиграл с точки зрения всех других людей он выиграл он король мира но на самом деле он проиграл да то есть как бы победил но проиграл а может быть так проиграл но победил и такое тоже может быть вполне итак идем дальше есть герой есть внутренняя цель есть внешняя цель есть самооткровение в момент когда герой понимает что у него была какая-то внутренняя цель которую он может и должен достигнуть и только в случае он становится цельным теперь что происходит на пути к этому к этой цели есть четыре вида событий которые могут происходить первое событие это препятствие на пути к цели герой встречает препятствие и он их преодолевает препятствия должны быть непреодолимыми для героя на этой стадии да то есть вот он идет преодолел препятствий приобрел какую-то какую-то способность преодолел следующие препятствия приобрел еще какую-то способность и наша задача придумывать интересные способы каким этот герой эти препятствия преодолевает то есть не должно быть такого герою нужны деньги герой идет в банк и берет кредит ну нет это слишком просто или идет и к другу и занимает мы обязательно на каждом шагу должны придумывать сложности герой и придумывать интересные способы и неожиданные преодоление этого препятствия например да и все время должна быть череда усложнений например девушка устроилась на работу я придумал свое время эту историю именно для того чтобы иллюстрировать этот тезис девушка устраивается на работу на работе начальник парень который хочет с этой девушкой замутить например она не хочет по какому по какому-то поводу вот и он и говорит зачем я тебя буду брать на работу ты все время опаздываешь окей хорошо она говорит я не опоздаю ни за что она опаздывает всегда и утром она ставит 5 будильников ведра просыпается за три часа до начала собирается одевается подходит к двери у двери таракан первое препятствие да что она делает снимает тапок хлопает все кино закончилось она для нас закончилась как героиня она должна придумать интересный способ преодолеть препятствия преодолеть этого таракана например она лезет через балкон в соседнюю квартиру чтобы через нее вы выйти до лезет и цепляется колготками разрывает колготки второе препятствие она не может пойти в колготках в рваных колготках не может пойти к на работу вернуться например она тоже не может по какой-то причине да например там уже сосед бегает и кричит на неё окей хорошо пойти и купить эти колготки тоже нам надо придумать почему она не может просто пойти купить а должна непременно ограбить магазин и эти колготки украсть третий препятствий и так далее так далее да то есть мы придумываем обстоятельства которые оправдывают интересное преодоление героям препятствий и там 20 минут экранного времени спустя она там мчится с байкерами с какими нибудь на с базукой на плече позади ядерный взрыв да и так далее так далее и в конце концов там успевает на работу вовремя не успевает на работу вовремя до происходит какое-то самое главное что происходит какое-то изменение в героине и вот пройдя эти изменения в конце например на следующий день она может снова проснуться подойти к двери увидеть этого таракана взять тапок и прихлопнуть его все она уже изменилась она уже стала другой вот как это работает да то есть преодоление препятствия должно приводить героя к следующему препятствию еще более сложным прогрессия усложнений дальше следующий вид крючка крючок да это я вам обещал рассказать что такое cliffhanger до cliffhanger это ситуация когда человек на кончиках пальцев висит на краю пропасти и когда заканчивается серия в сериале она всегда заканчивается ситуацией когда до герой находится в какой-то в какой-то опасной ситуации до cliffhanger по сути это крючок это что-то что заставляет зрителя смотреть дальше и в в американской традиции есть два вида крючка один вид это cliffhanger как раз таки да это ситуация когда герой оказывается в смертельной опасности и springboard один мой приятель перевел перевел этот термин как весенняя доска на самом деле это трамплин да то есть это какая-то новая информация которая разворачивает всю историю мне когда я разрабатывал свою систему крючков мне это эти я бы я про не знал про про то что американцы придумали два крючка я придумал 4 вот и про них сейчас вам рассказываю да первый вид крючка это препятствие второй вид крючка это угроза когда герой пока не видит что ему что-то угрожает а мы зрители видим что над героем нависла какая-то угроза то есть когда молодая красивая девушка в одном кружевном белье спускается в подвал под тревожную музыку да это как раз таки угроза а за ней кто-то с ножом идет и возникает саспенс возникает напряженное ожидание и его можно тянуть достаточно долго то есть угроза это хороший вид крючка который позволяет удерживать внимание достаточно долго препятствия преодолели препятствий все как бы крючок крючок уходит дальше следующий вид крючка это загадка здесь все понятно например в детективе кто убил почему убил как убил нам загадывают загадку все нам сразу же становится интересно но внутри то есть может быть одна загадка на весь фильм загаданная в начале и разгадка в конце но в любом хорошем фильме загадок всегда бывает несколько да и она может быть такая короткая загадка да то есть жена разговаривать с кем-то по телефону явно с мужчиной судя по контексту и когда я у нее спрашиваю она говорит да это с подругой болтала то есть почему-то она мне врет до загадка возникла следующий сцене например объясняется она оказывается говорила с адвокатом по разводам я такой блин нифига себе то новая информация возникает моя жена хочет со мной развестись например потом в следующей сцене выяснится что она не для себя оказывается а для кого-то искала этого адвоката все до загадка и новая информация когда вы уже исчерпали сюжет исчерпали все возможные сюжетные ходы и тогда вы вводите нечто совершенно новое в историю да например есть такой хороший фильм старые 90-е годы вы я думаю сразу его узнаете история про двух братьев маньяков которые взяли захватили семью пастора и стараются выехать из америки в мексику и в баре на границу они останавливаются им надо переночевать а утром пересечь границу и вдруг в полночь все обитатели бара превращаются в вампиров да то есть до сих пор это было кино да такое криминальное кино чисто тарантиновская а дальше след вдруг внезапно это стала стала такая такой хоррор хоррор история с убийством вампиров до новая информация которая полностью меняет все появляется какой-то новый персонаж появляется какая-то новая вводная высадились инопланетяне началась война приехал какой-то человек сменился начальник в компании да то есть случилось что-то новое что поменяло все и вот эти четыре основных вида крючка они там практически все то есть если вы умеете владеть да вам этого инструментария достаточно для того чтобы удерживать внимание зрителей еще раз я вам повторю препятствие угроза загадка и новая информация насколько это понятно с крючками или если есть какие-то вопросы то задайте их в чате если понятно напишите в чате что все понятно так цели должны конфликтовать да естественно lost в итоге сдулся из-за этого уже некуда было наращивать интригу любая развязка разочаровала бы я согласен с этим то есть на самом деле любая история в какой-то момент для того чтобы бесконечно существовать должна превратиться в такую семейную мелодраму клан сап в любом жанре любой сериал если он должен хочет существовать достаточно долго он должен стать семейной мелодрамой клан сопрано из криминального фильма стал такой семейной драмой очень очень быстро вот криминальная составляющая начала уходить куда-то на второй план а семейные отношения стали выходить на первый план сериал друзья тоже изначально такой очень реально очень смешной ситком чем дальше он становился все менее смешным и все более мелодраматичным как я встретил вашу маму то же самое изначально ситком с большим количеством шуток чем дальше шуток становилось меньше все больше и больше мелодраматичности поэтому lost не смог пройти через это испытание он продолжал то есть он он не стал семейной сагой продолжал оставаться такой таким каскадом загадок и и он очень быстро начал терять аудиторию так а в жизни точно тоже также или только правила кино в жизни точно также мы на самом деле понимаете не кино копирует жизнь жизнь копирует кино то есть мы сначала получаем какие-то модели в литературе фильмах и так далее так далее а потом начинаем их воспроизводить в нашей жизни поэтому мы в очень большой степени существуем в вымышленном мире в мире который нам диктует другие истории рассказанные нам другими людьми вот если это понимать то есть вы понимаете какую историю вам рассказывают как вам ее рассказывают дальше вы можете управлять этой истории вы можете сами рассказать совершенно другую историю так может так что внутренняя цель уже реализована суперспособностью но герой этого не признает в себе но все равно там сделать что-то надо да то есть может такое быть да что герой что-то в себе не признает вот прячет что-то вот и дает в конце концов себе волю в этом может может конечно да спринборд да конечно спринборд это доска на пружине трамплин так от заката до рассвета до так все понятно в короткометражке все это влезет но нет конечно все весь набор препятствий вам не нужно громоздить и упихивать вы можете одно достаточно одного препятствия какого-то так загадкой тоже работает прогрессия усложнения может такое быть да то есть когда вы у вас загадка в загадки в загадке да то есть вы ищете что-то одно это приводит вас в другой загадки это приводит вас в другой загадки то есть что возникает возникает квест да то есть череда приключений пошли туда там нашли карту пошли пошли по карте по карте нашли еще что-то стихотворение которое надо разгадать и так далее так далее может вполне новые вводные как-то связаны с целями о классный вопрос надежда вы прямо прямо в точку такое может быть такое бывает когда у героя цель исчерпана ему надо дать новую цель например у нас есть необходимость рассказывать историю дальше да например мы делаем сериал какой-то и очень часто либо вводят нового антагониста например был такой сериал я его очень люблю сериал сыны анархии про байкерский клуб и там в каждом сезоне у героев новый антагонист и они с этим антагонистом весь сезон сражаются то есть цель победить этого антагониста но и может быть новая цель да то есть что-то произошло и герой понимает что его прежняя цель она становится мелкой и ничтожной да например история про мальчика который у которого цель зажечь с девушкой до завоевать девушку и тут хоп 22 июня ровно в четыре часа до начинается война все меняется цель у него становится совершенно другой то есть он может девушку и завоевать да но у него все да то есть масштаб изменений такой что меняется все поэтому да могут быть новая вводная новая информация может поменять и цель для героя но не обязательно так театральной драматургии роману и non-fiction это тоже применимо да конечно разумеется но там все все таки немножечко сложнее да вот мы сейчас у нас сейчас как раз мастерской идет курс по роману да там с целями все сложнее понятно друзья мои что я вам даю только ну какой-то самый простой самый первый уровень да у нас там цели там и внешних целей у нас отдельная целая большая большую квалификацию я составил и внутренних целей это просто сейчас не забивайте этим голову вот мастерскую придете там я вам все это уже подробно разжую в короткий метр нет все не поместится так каким образом подходят подобные подходы использовать в документальном кино или кино на документальной основе точно так же друзья я не буду отдельно заниматься поэтикой документального кино документальное кино на самом деле принципиально пишется точно так же единственное есть ограничение наличие материала точно также вы берете героя точно также вы выносите на передний план его цели его суперспособности да и так далее и так далее и выбираете да то есть ваша сложность в работе с документальным кино не в том что вы можете придумать что-то про героя а в том что вы выбираете из его биографии то что помогает вам рассказать вашу историю все вот это единственное ограничение так это уже матрица не понял я ваш вопрос только не си а в смысле теперь понял да нет не в этом все гораздо проще это психология ребят никакой мистики мы существуем в да мы все время придумываем какой мы даже то что мы видим на самом деле да то что нам кажется что мы видим мы на самом деле не видим да например у нас у каждого есть мертвое пятно да вот где-то тут его можно найти да если поводить да вот то место в вашем глазу где у вас вот это стебелек к вашему глазу подключается да и вы там не видите но вы дыру перед собой в пространстве да вы ее не замечаете потому что ваш мозг дорисовывает картинку дальше то что вы видите мы на самом деле видим вот только перед собой да а все остальное наш мозг дорисовывает более того он это дорисовывает с небольшим опозданием на несколько секунд то есть если там что-то произойдет я это увижу да только через какое-то время они сразу же более того общаясь с людьми люди не замечают людей которых они видят здесь замечательный эксперимент тоже я его очень люблю когда человек шел по улице к нему подошел молодой человек и начал у него спрашивать дорогу как пройти туда-то туда-то в этот момент между ними прошли два человека с каким-то ну с какой то что там я видел фотографии этого опыта что-то типа двери или стекла за зеркало ли что-то ну короче какой-то предмет они пронесли между ними и в тот момент когда они пронесли молодого человека заменили причем заменили не не на то что двойника да она совершенно другого человека по-другому одетого до с другой прической но это был тоже молодой человек раз то есть вы начинаете разговаривать с одним человеком у вас перри прямо перед глазами за одну секунду меняют этого человека на другого который продолжает разговор который был начат и этот человек продолжал спокойно рассказывать этому человеку дорогу то есть он не заметил того что перед ним человека заменили да то есть он создал образ этого человека до какой-то человек который спрашивает у меня дорогу хоп и продолжает дальше дальше что-то рассказывать может быть и у вас тоже такое было да когда ты идешь например идешь с женой по улице что-то ей рассказываешь ход она что-то отвлеклась куда-то рядом другая какая-то девушка идет и ты продолжаешь ей что-то рассказывает точно так же да и начинаешь замечать только если она начинает как-то не в попад отвечать а вот поэтому мы живем в мире по большей частью выдумано вот если это понимать то вы становитесь намного эффективнее чем все все другие люди так по достигать достигатор сту целей какой жанр может быть я не понял вопрос уточните пожалуйста что это значит по достигатор сту целей какой жанр какая цель так в сериалах цель 1 или может быть что в каждой цели вне внешняя цель разная внутренняя всегда одна она шикарный шикарное замечание очень точная именно так то есть например у героини может быть цель есть такой сериал кости я делал американский сериал я делал адаптер для канала стс вот там есть одна цель на весь сериал найти разгадать тайну смерти родителей и героиня эту эта цель все время отодвигается да все новые новые тайны какие-то возникают на ее пути выясняется вдруг что отец жив до выясняется что они бандиты потом выясняется что они агенты и так далее так далее да то есть все время цель это отодвигается и каждый раз внешняя цель разгадать какую-то загадку в течение одной серии до или может быть и более как бы такая структурно масштабная история да например внутренняя цель до побороть зло справиться со злом отомстить злу да как у бэтмена внутренняя цель отомстить за смерть близких людей а внешняя цель в каждой серии справиться с конкретным злом и получается так что герой побеждает зло как мы свое время когда он писали час волкова мы для себя сформулировали такую штуку что у нас герой побеждает злодея но зло остается жить то есть зло непобедимо и а цель героя победить зло а не победить злодея может быть такая история вполне так не только понятно даже есть какое-то озарение про свою личную жизнь друзья мои кинодраматургия это самое лучшее лекарство это самая лучшая психотерапия поэтому поэтому кинодраматурги сценаристы самые долго живущие люди вообще в мире да то есть для для сценаристов в 96 лет написать сценарий это просто вот тонина гуэрра 9 больше 90 лет писал до последнего суза чека до микки тоже больше 90 лет бернард шоу прозаики бывает живут долго но с кинодраматургами вообще не сравнить потому что это самое здоровое занятие на свете какой объем текста должно быть выйти в самом конце готовый сценарий дойдем до этого ребят сейчас вообще пока об этом не думайте я сценарной записи я расскажу все все расскажу по поводу короткого метра смотрите ограничение считается производственно короткий метр это до часа после часа это уже полный метр вот это для проката так но я считаю что более правильное это ограничение скажем которое было на кинотавре я был в жюри короткого метра и ездил туда и мастер-класс читал кстати много режиссеров вышли из из того потока жора крыжовников скажем у него была замечательная короткометражка под названием проклятие она есть в есть в интернете с трибунцем очень очень хорошая и там ограничение было 40 минут то есть до 40 минут и я исхожу из этого до что до 40 минут это короткий метр поэтому мы тоже будем на это ориентироваться так до 40 минут это не значит что 40 минут да это может быть и 6 минут это может быть и 20 минут так если громоздить то зрителю начнет казаться это нереальным или в кино уровень доверия повышается классное замечание оба прямо прямо в точку бьете смотрите для того чтобы зритель поверил нам наша задача создать нереалистическое кино то есть если вы делаете что-то реалистическое этого недостаточно для того чтобы зритель верил например я помню смотрел у эйзенштейна когда в авгике смотрел все фильмы эйзенштейна у него есть замечательный фильм под названием генеральная линия это 20 29 что ли года фильм он такой несвоевременный фильм он большого успеха не имел фильм про кооперацию а вышел он тогда когда уже происходил разворот в сторону коллективизации и вот там есть замечательная сцена в которой братья распиливают избу братья разругались и отцовскую избу распиливают пополам я точно помню свои эмоции когда я смотрел этот фильм и думаю блин ну это бред но этого не может быть но это все равно что ребенка пополам распилить то есть можно конечно распилить избу но получится таки две крошечных полу избушки вот я потом когда читал про из эйзенштейна читал про то как он снимал этот фильм оказалось что это действительно факт были такие случаи когда распиливали избы когда семьи делились и это я то есть это реальный реальная история и при этом люди которые смотрели это кино плевались и говорили что это неправда такого не может быть это сказка это перегиб это пропагандистский загон и в то же время у этого же самого эйзенштейна в фильме броненосец потемкин есть сцена расстрела моряков на броненосцы и их перед расстрелом накрывают брезентом зачем это совершенно не никак не объяснимо но это бред зачем накрывать брезента перед тем как расстрелять ну смысл может быть но какой какой в этом смысл я понимаю может быть подстелить брезента расстрелять их и потом сбросить в море еще был какой-то смысла так вообще никакого смысла но это очень эффектно потому что там есть сцена где вид изнутри этого брезента да когда люди ноги видят внизу и это реально очень страшно когда ты оказываешься на месте этих людей да ты накрыт брезентом ты в темноте и сейчас на тебя в твое тело вопьются пули действительно страшно это очень эффектно но это неправда такого не было но самое интересное что это но это одна из самых запоминающихся сцен вообще в мировом кино когда люди смотрели это кино и люди которые были на броненосце потемкине и в числе прочего там вот их расстреливали их стреляли стреляли в них они в один голос говорили что да именно так все и было вот именно так все и было как показано в фильме поэтому похожая история была с мичманом паниным с прототипом вот этого героя который посмотрел кино по своей истории придуманные сценаристами и потом на встречах со зрителем пересказывал то что было в этом фильме то что было придумано сценаристами и ему потом сценаристы говорили что типа ты чё рассказываешь ну на самом же деле все было не так он говорит нет нет все вот так и было вот так как вы сняли вот так все и было они как мы же это придумали не год нет нет вот как как вы были именно так все и было вот поэтому наша задача убедить зрителя а вот как убедить за счет эмоционального воздействия вот если вы все сделаете правильно да так так как я рассказываю да то ваш фильм будет эмоционально вовлекать зрителя так принцип матрешки эффективен для любого вида крючка ну в смысле прогрессия усложнений да да вполне может быть вполне такое может быть но нам не надо здесь сейчас нам это вам на будущее да то есть вам на самом деле достаточно будет для короткого метра достаточно будет один какой-нибудь крючок попробовать или два я-то вам даю весь инструментарий основной так возможно ли в одиночку написать хороший сериал если это 8 серий один сезон законченной истории да конечно мне случалось 16 серий написать в одиночку это трудно но это вполне возможно у нас вот приходите приходи я понимаете у нас я вам так скажу короче у нас годовая программа сейчас будет набор на базовый сценарный курс если вы с нуля я советую идти с базового и ребята которые вот сейчас заканчивают наш годовой курс они все говорят в один голос что вся программа годовая работает естественно гораздо лучше чем если взять один какой-то курс поэтому лучше проходить с базового посвятите год этому пройдите базовый пройдите если вы поймете да ну у нас удержание 65 процентов то есть человек который проходит какой-то один наш курс он на следующий идет там с вероятностью 65 процентов дальше будет сериальный курс набор на него будет 1 сентября а сам курс будет в декабрь январь февраль и потом полнометражный фильм это март апрель май и дальше курс по роману который вот сейчас идет он летом идет поэтому если вы действительно хотите освоить сценарное мастерство пройдите все эти три курса если вы хотите начать попробовать пощупать пройдите базовый я утверждаю я категорически утверждаю что люди прошедшие полный курс годовой являются профессиональными сценаристами и готовы работать до готовы к любым творческим вызовом то есть я даю им все что им нужно для того чтобы работать в профессии и поэтому наши выпускники но гораздо более эффективны гораздо более продуктивно они в индустрии просто как нож в масло входят вот поэтому и быстро достаточно находят работу не все конечно то есть тоже не должно быть такого а молчанов сказал пройдешь и все ну не у некоторых это годы занимает и естественно есть люди у которых и не получилось тоже такое может быть но это там сильно выше в разы выше чем у любых выпускников любых других школ так курс рассчитан на новичков в теме или на людей в теме или новичков базовый конечно рассчитан на новичков но на самом деле даже если у вас был какой-то творческий опыт даже если вы учились в какой-нибудь киношколе поверьте для вас каждый урок будет откровение потому что очень многие у меня очень часто приходят люди после каких-нибудь других киношкол и я их там начинаю начинаем здоровье восстанавливать мозг на место ставить да и мне потом люди пишут там столько киношкол закончил ничего не написал прошел курсу молчанова вот вот сценарий есть написанный поэтому я не имею ничего против того чтобы вы походили по другим киношколам но если хочется там потратить денег и времени ну идите вот а потом возвращайтесь к нам и уже будем работать так слепое пятно да совершенно верно до слепая зона так домашнее задание на завтра я его еще не дал массовая культура задает правила реальной жизни совершенно верно интересное кино это то что дает возможность увидеть свою мертвую зону да это так я согласен с этим расскажите какие критерии определить что в бездне найден именно меч что он тот самый меч и что им вообще возможно овладеть очень важно вот вы сейчас мне меня просите вам сказать что является вашим предназначением то есть вы сейчас спрашиваете не про кино поэтому я не могу ответить на этот вопрос когда вы получаете меч да у вас вопрос о том тот ли это меч отпадает если я правильно понял ваш вопрос а в случае кино но вы же меня не про кино спрашиваете верно в случае кино меч да это то что решает проблему да и вы не можете да то что помогает достичь цели то что помогает сразить чудовище да то есть если у вас чудовище да то меч если надо вылечить кого-то то эликсир то есть если это решает проблему то это то что надо если это проблему не решать значит это не то что надо так если предприниматель из бедности выходит преодолевая препятствия становится богатым это какой жанр может быть драма есть такие истории есть я не знаю был ли фильм снят поэтому поэтому роману мне очень понравился фильм роман который называется я боюсь ошибиться я помню первое слово зеленый а второе слово я не помню мне кажется зеленый король французский роман про то как мальчик из там ужасность он его пытали фашисты пытались убить там и так далее так далее и он из как он из этого выбирался и он стал мега миллионером там самым богатым человеком в мире и он пытался создать собственное государство построить собственное государство я не буду рассказывать что там получилось я не знаю был ли снят фильм по этому поводу но но вот история это вот как раз история такая становление миллионера рассказанная с очень с очень такой симпатией потому что критический реализм девятнадцатого века он к капиталу вообще относятся очень настороженно да то есть у нас всегда писатели про капиталистов всегда пишут очень негативно да всякие приваловские миллионы всякие вот эти у островского все эти купцы да иногда там бывает персонажа у него как которым он относится к уважению но в целом очень очень критично так прочитала ваше дерево разделяю боль уважаю решение от души спасибо спасибо вам я наде очень надеялся я очень хотел чтобы было в постановках германии его перевели на немецкий язык но судя по всему судя по всему вряд ли сейчас это возможно дмитрий пишет брезент чтобы не смотреть в глаза своим же морякам иначе не поднимется рука стрелять у меня была такая версия я думал об этом да что вот такое может быть объяснение да чтобы не не видеть их да то есть когда стрелять просто стрелять вслепую а не персонально в кого-то о классный вопрос мой любимый вопрос а сколько получает сценаристы обычно сценаристы уклоняются от этого вопроса но я отвечу вам давайте вот что сделаю я сейчас подвешу крючок да и отвечу на этот вопрос после того как дам вам домашние задания и в дальше вы можете задавать мне вопросы и я буду отвечать на все вопросы до последнего вопроса и так друзья смотрите у вас есть некий костяк истории есть некий набросок да есть первый подход к вашей истории теперь я задам вам пять вопросов не надо сейчас там торопиться их записывать я их продублирую в домашнем задании сразу после урока она появится в описании этого видео первый вопрос кто герой вашей истории и я не жду на этот вопрос не жду ответа мой герой коля моя героя моя героиня ольга до роль героя да то есть что такое ваш герой то например герой моей истории солдат который вернулся с фронта домой герой моей истории то менеджер который потерял память и вдруг узнал что он принадлежит к тайному обществу киллеров до герой специалист антрополог который занимается тем что проводит анализ человеческих останков да то есть кратенько одним предложением опишите главное в том чем является ваш герой дальше второе какова цель вашего героя если у героя есть внутренняя и внешняя цель то напишите какова внешняя цель и какова внутренняя цель дальше кто мешает герою достичь цели кто является его антагонистом или оппонентом обязательно это должно быть кто а не что и упаси бог вас написать что антагонистом героя является он сам нет не делаем так до антагонистом героя не может быть его не собранность и непонимание места в жизни да он может быть не собранным он может не знать своего места в жизни да но обязательно должен быть какой-то человек который его несобранность и его непонимание места в жизни проявляет через конфликты дальше что предпринимает герой чтобы справиться с оппонентом и вот это что должно быть неожиданным и интересным здесь не должно быть предсказуемого решения да то есть если герою нужны деньги он не должен просто пойти в банк и взять кредит и наконец 5 каково неожиданные последствия действий героя например если герой хочет выиграть конкурс или жениться на на девушке да он не должен просто идти делать предложение просто идти петь на этом конкурсе да он должен его то есть должно произойти что-то неожиданное женился но но как-то не так до выиграл проиграл но противника дисквалифицировали выиграл но опять же что-то что-то неожиданное произошло пять вопросов пять ответов пятью предложениями дедлайн завтра в 12 часов вот вам домашнее задание и теперь я просто чувствую что уже полтора часа народ уже может захотеть заниматься какими-то другими делами домашку вы знаете если торопитесь можете идти а если есть вопросы то задавайте я буду на них отвечать и так вопрос марины шабановой сколько получает сценарист очень и очень по-разному в зависимости от своей квалификации сколько может стоить сценарий короткометражного фильма от ничего до максимум который мне известен за короткометражный фильм это 200 тысяч рублей я понимаю что там может быть какая-то схема при которой человеку заплатят там 450 500 тысяч рублей в каком случае это может быть если какому-нибудь маститому сценаристу закажут короткометражный сценарий для альманаха какого-нибудь рекламного да какой-нибудь модный дом закажет альманах крестьян диор я тебя люблю да и сюжет связанный с диором 15 минутный фильм вполне может стоить там 500 тысяч чаще всего конечно же в лучшем случае там бутылку коньяка вам дадут да почему потому что короткий метр это сценарий для кого это сценарий для выпускника киношколы режим для начинающего режиссера вот конечно у него нет денег на то чтобы заплатить вам гонорар дальше полный метр если это опять же малобюджетное артхаусное кино то это скорее всего будет сумма в диапазоне от 300 до 500 тысяч рублей если вы снимаете если вы пишите полный метр и это по заказу с большим бюджетом какой-нибудь патриотический или фантастический или исторический боевик то это может стоить плюс-минус 5 миллионов то есть ну вот я знаю что есть есть суммы больше да но это это будет не 10 миллионов рублей то есть это может быть например 6 да ну скорее всего это будет 5 если вы пишете сериал для начинающего сценариста для дневного эфира это условно говоря там сериал какой-нибудь след да я не знаю он снимается сейчас или нет когда я там работал это было по моему 70 тысяч рублей что ли вообще я начинал много 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 тысячу лет назад еще до рождества христова в сериале детективы и нам там изначально вообще платили 200 долларов за сценарий потом повысили стали 500 платить и сейчас мне кажется что это должно быть где-то в диапазоне от 70 до 100 тысяч рублей сценарий для дневного эфира если это вечерний эфир опять же если вы начинающий сценарист то 200 300 тысяч если вы сценарист уже профессиональный эскиз с фильмографии там так далее это может быть в диапазоне от 350 до 500 тысяч рублей если вы мега звезда типа арифа алиева вы будете получать где-то около миллиона рублей за серию больше цифр не существует то есть можно зарабатывать больше если вы выступите например сопродюсером проекта как например илья куликов да он сейчас чаще всего выступает сопродюсером всех своих проектов то есть вот собственно все весь вам расклад это хорошие деньги это не очень стабильные деньги но когда я ушел из ушел из журналистов сценаристы я разом поднял свой доход вот просто одним этим понятно что я уходил не не вот так вот на улицу да то есть когда я увольнялся у меня уже было стабильно там несколько заказов таких хороших там побег я писал для первого канала разом в несколько раз увеличил свой доход по сравнению с тем что я был шеф-редактором в газете поэтому это очень хорошие деньги так фильм вместе от кутюр в конце это введение новые я не помню честно говоря не уверен что я смотрел этот фильм это нормально что мою историю для сценария сейчас мне хочется сюжетный вид изменить конечно конечно нормально естественно вы же узнаете новые какие-то вещи серьезные достаточно по поводу кинодраматургии до меняйте так и по пирогова сериал про женщину предприниматель ну вот есть и есть значит так если я хочу писать сценарий для мультфильмов с глубоким смыслом ваш курс подойдет понимаете если вы прям вот совсем начинаете можно туда идти но в целом важно вот что анимационный фильм это все-таки совсем другая поэтика нежели кино с актерами потому что я я два написала анимационных фильма если интересно можете их найти погуглить они есть в сети режиссер аня шипилова фильм золотые яйца и фильм затмение особенно затмение сильная история получилась и этот это такая такая артхаусная анимация и в анимации плотность скажем так плотность информации на минуту и кратно экранного времени в несколько раз выше чем в обычном кино в анимации не очень хорошо работают диалог то есть есть анимации понятно что есть какой-нибудь винни-пух да где есть диалоги там и так далее так далее но все равно плотность событий фильме не равна в анимационном фильме не равна плотности событий в обычном кинематографе поэтому я советую на самом деле попробовать писать обычное кино а потом уже идти в анимацию то есть не начинать сразу с анимации сначала освоить язык что называется обычного кино язык анимации гораздо сложнее во много раз сложнее если вы хотите заниматься анимации потому что там мультики по пять минут ну шесть с половиной минут это полный метр то есть анимационный сценарий шести с половиной минутный по плотности информации равен полному метру это вам любой любой режиссер анимации скажет так комикс строится по тем же законам что и фильм по большей части да вот комикс кстати говоря да 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 вот зеленый король до полу с улице у меня очень плохая очень плохая память на имена конечно у меня ноль шансов было запомнить запомнить имя автора очень хороший роман мне не я и как бы я не согласен с финалом этого романа на мой взгляд он не очень удачно сделан но роман великолепный так сегодняшняя задача урока достигнута мозг взорван ну да мы это делаем можно повторить 4 5 вопросы они будут в описании урока так может ли быть желание рисковать получать от этого удовольствия целью героя вы знаете чаще всего за этим желанием рисковать есть что-то другое смотрите вот в каких случаях герой начинает рисковать например чаще всего здесь есть какая-то патология да например шерлок холмс когда ему скучно он начинает рисковать герой мэла гибсона смертельное оружие да он тоже рискует то есть там есть что-то да что он пытается в себе заглушить вот этим постоянным смертельным риском вот здесь надо понять что это да то есть какая-то пустота которую он пытается заполнить это и вот если вы поймете что это за пустота тогда вы поймете своего героя то есть просто рисковать чаще всего чаще всего этого вот всегда есть причина этого так ответы на домашку потребует более полной информации каких-то деталей так напишите эти детали может ли в качестве героя выступать группа персонажей конечно да разумеется есть систем есть во первых фильмы и сериалы в которых параллельно герои проходят свои истории да например game of thrones там параллельно рассказывается истории отдельные переплетающиеся разных персонажей а может быть и так что у нас есть коллективный герой да то есть есть группа персонажей которая действует вместе да например группа детективов расследует преступление да скажем в сериале кости то там есть набор персонажей там я не помню 5 или 7 которые вместе работают да у них единая цель шерлок холмс и доктор ватсон да они с 1 во первых они отдельные каждый относительно друг друга но и они могут действовать как единый персонаж по имени шелк холмс и доктор ватсон да то есть когда они вместе идут на дело и вместе кого-нибудь задерживают они выступают как единый персонаж поэтому да конечно может быть какие самые распространенные ошибки были в первом задании списком просто это не просто списком сделать самое главное друзья мои что вы пока структуры не знаете и вы истории ваши пишите не 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 структурно а вот после этого задания вы уже будете будете писать как структура то есть писать так как надо да то есть вбивать вот эти сюжетные стойки там где они должны быть так можно ли из короткого метра сделать сериал или вселенную наподобие марвел легко сериал глухарь помянутого мной или куликова начался с короткого метра он написал короткий метр его коллега продюсер отправил этот короткий метр на канал нтв там посмотрели сказали чуваки это серия это пи это пилот все давайте делать сериал и сразу же заказали пилот заказали вернее сериал да за 25 лет журналистики мне точно столько не платили друзья я вам так скажу что сценаристика это самое сценаристы самые высокооплачиваемые люди которые зарабатывают деньги написанием текста спичрайтеры столько не зарабатывают копирайтеры столько не зарабатывают сколько зарабатывают сценаристы это самая высокооплачиваемая работа так ну я первую квартиру купил когда в авгике учился собственно я прихожу в авгик и у меня нет ничего заканчиваю в гик у меня квартира в москве я два сериала написал пока учился в авгике так если в коротком метре оказывается большой отрезок времени такое бывает да конечно бывает вы берете какие-то берете сцену из одного времени потом сцену из другого времени сцену из третьего времени да вполне такое может быть стоит ли писать сценарий для буктрейлера своей книги это точно так же как с автором и сценаристов лучше врозь друзья я мне неизвестны случаи когда буктрейлеры работали я не знаю ни одного успешного буктрейлера в россии мы делали буктрейлеры когда я выплыл когда у меня вышел роман газетчик мы сняли буктрейлер это стоило это дорого стоило это реально дорого стоил арсений гончаков снимал режиссеру которую там четыре полных метра к тому времени было был кастинг была профессиональная актриса которые это все сделала да то есть там был сценарий все было если интересно найдите как же он называется сейчас сейчас я вам может быть найду этот буктрейлер он где-то у меня на канале есть если я найду то я вам и скину а вот роман с газетчиком история одного вечера вот я вам в чат сейчас кину он там где-то внизу появится потом можете найти и посмотреть и это не сработало так то есть это буктрейлер вообще никак не сработал и я у многих авторов спрашивал как вообще буктрейлера работают нет ни у кого не работают то есть даже смотрят люди вообще никак не реагирует покупают книги не из-за этого то есть для того что ну надо по если книгу раскручивать там отдельная история у нас в курсе по роману вот который сейчас идет у нас будет два занятия посвященные публикации и продвижению книги так сколько действующих лиц лучше задействовать новичку в короткометражном фильме чтобы не запутаться но смотрите давайте посмотрим какой у нас есть меню у нас есть герой есть его противник да вот минимум герой и его противник какие еще персонажи могут быть может быть помощник героя какой-то может быть какой-то помощник противника героя Вот минимум Минимум два персонажа Герой и его противник Так, кто из студий И каналов поступает Фантастику, мистику, фэнтези Канал это ТВ3 Студии я сейчас не знаю Надо посмотреть, кто на кинотеатре Посмотреть, кто выпускал в последнее время Фантастические фильмы Но понимаете, что касается фантастики Друзья мои, очень важно Начинающие сценаристы Это прям самая распространенная ошибка На которой многие люди ломаются Сочиню-ка я сценарий фантастического фильма Или сочиню-ка я сценарий Исторического фильма Никогда не начинайте свою карьеру С фантастического, с исторического фильма Потому, почему? Потому, что фантастическое кино Многобюджетное Никогда не будет запущено по сценарию новичка Даже если вы Мега крутой сценарий напишите Вложиться в сценарий новичка Это риск Потому, что сценарий Это не текст Сценарий Это процесс И как вы будете Никто не рискнет С новичком работать Там надо будет переделывать Тысячу раз этот сценарий То есть, конечно Могут, например Взять ваш сценарий И заплатить вам Какую-то копеечку И дальше с другим автором работать Как было в случае Мы из будущего Там был изначальный сценарий От которого в итоге Ничего не осталось Вот Может быть такая история Но в целом Чаще всего двигателем Фантастического фильма Является продюсер То есть У продюсера возникает идея Давайте-ка снимем Фантастический футбол Да, или давайте-ка снимем Современную версию Какой-нибудь Игры мафия Вот И дальше уже Нанимается сценарист И чаще всего Это Олег Маловичко И дальше пишется сценарий Поэтому Фантастика Чаще всего Идея фантастического фильма Крайне редко Исходит от сценариста Чаще всего Она исходит от продюсера Так В любовной истории Два главных героя Являются протагонистом И антагонистом Друг для друга Так можно рассуждать Не всегда Это хороший вопрос Это хорошее замечание Такое может быть Есть роман Шадерло де Лакло Опасные связи Есть два фильма Один назывался Вальмон И второй Так и назывался Опасные связи Один из них Я не помню какой По-моему Вальмона Снял Милош Форман Да Вальмон Это Милош Форман А Опасные связи Это фильм С Малковичем Из Глен Клоус Из Мишель Пфайфер Они оба хорошие Хотя мне Честно говоря Больше нравится Фильм С Малковичем Там Мелодрама Да И там люди Влюбленные Друг в друга Они действительно Являются антагонистом Да То есть Это такая Дружба-вражда Это Там действительно Они любят Друг друга Но они Все время Борются за власть Друг с другом Но чаще всего Антагонистам Они стремятся Соединиться Да И есть кто-то Кто мешает им Соединиться Какой-то третий То есть чаще всего В мелодраме Существует Любовный треугольник Либо любовный Четырехугольник Поэтому то Что вы сказали Да Это может быть И можно сделать Это очень интересно Но это Крайне редко Происходит Так Мы сегодня Думаем над героем Но текст Ребят Вы сделайте Вот Тоже у меня Сценаристы мои Такие Ааа Все Сейчас Я готов Прямо сейчас Сидеть писать Мы В мастерской Например Когда мы пишем Полный метр Мы первые Восемь занятий Готовим сюжет Мы разрабатываем сюжет Мы Из двенадцати уроков Мы Сам сценарий Пишем Четыре урока То есть Мы Семь занятий Мы разрабатываем сюжет Четыре урока Пишем сценарий И один урок Редактируем Вот Соотношение Должно быть Такое Здесь То же самое Мы с вами Писать Будем Вы увидите Сколько времени Самое главное Когда сделана Вся подготовительная Работа Сценарий Пишется сам Поэтому Не торопитесь Вы сейчас Писать Сначала Сделайте Сначала Разработайте Сюжет И поймите Четко От и до Что у вас В истории Будет происходить Так На базовый Конечно Я вообще Я-то вообще Считаю Что каждый Человек Как минимум Базовый Сценарный Курс В нашей Мастерской Должен Пройти Пишущий Это просто Обязательно Какое количество Драфтов Необходимо Короткому метру Очень по-разному Может быть И один Драфт Может быть И 28 Драфтов То есть Это От многих И очень разных Факторов Зависит Количество Драфтов Я знаю Фильмы В которых Там 100 Драфтов Было Например Пошло Ли Это На пользу Вовсе Необязательно Можно Ли попросить Дать Некий Список Фильмов Обязательный К просмотру Для Сценаристов Да Конечно Найдите В сети Мою Книгу Букварь Сценариста Там В конце Есть Список Фильмов Она Есть Если Вы Там Например Вам Жаль Потратить На мою Книгу 400 Рублей Да И Заказать Ее На Озоне Или На Литресе Найдите Ее На Рутрекере Она Есть Полный Текст Есть Выложен Я Сам Там Мой Мой Сотрудник Выкладывал Полный Текст Книги На Рутрекере Найдите Его И Скачайте Там Есть Там Есть Список Фильмов Так Возможно Ли Работать Сценаристом Живя В Глубинке Хороший Вопрос И Вы Знаете Светил На Него По Другому Чем Сейчас То Есть Раньше Я Вам Сказал Что Нет Обязательно Надо Жить В Москве Если Вы Находитесь В Нашей Русскоязычной Индустрии Или Например В Алма-Ате Если Вы Живете В Казахстане В Киеве Если Вы Живете В Украине В Бишкеке Если Вы Живете В Кыргызстане Потому Что Киноиндустрия Как правило Очень Централизованы В Ереване Если Вы Живете В Армении Там Очень Много Всего Снимается В Тбилиси Если Вы Живете В Грузии То есть Надо Жить В столице Кино Чаще Всего Находится В столице Но Сейчас Чем Дальше Во-первых Тем Больше Я Вижу Диверсификацию То есть Например В России Все Больше Фильмов Все Больше Появляется То есть Раньше Например Все Питерские Ездили Работать В Москву Сейчас Очень Много Снимается В Питере Свердловская Киностудия Там Тоже Сейчас Происходит Много Интересных Вещей Мы С Ольгой Любимовой С министром Культуры Нашей Обсуждали Это В фейсбуке Переписывались По поводу Свердловской Киностудии Там Интересные Вещи Происходят Там Тоже Какая-то Движуха Будет Происходить Но Самое Важное Вот что То Что Сейчас Благодаря Соцсетям Благодаря Интернету Благодаря Тому Что У вас У всех Есть Равный Доступ К любой Информации К любым Книгам К любым Сценариям К любому Общению Сейчас Мне кажется Вот эта Необходимость Находиться В столице Рядом Со своей Киноиндустрией Она сейчас Потеряла Актуальность Особенно Этому Помогла Пандемия То есть До пандемии Все равно Надо было Ездить На встречи Все равно Надо было Лично Знакомиться Сейчас Мне кажется Что сейчас Совершенно Спокойно Можно жить Где угодно Вообще Где угодно И Общаясь Через Зум С продюсерами Легко Можно Да То есть Множество Разных Способов Коммуникации Но самое Главное Что Наше Общение Вообще С миром Становится Все больше И больше Виртуальным Вот Поэтому Я думаю Что сейчас Ответ Да Я думаю Что сейчас Можно Живя Где угодно Причем Глубинка Понимаете Глубинка Это Не обязательно Какая-то Российская Глубинка Да Или На пространстве СНГ Глубинка Да Например Если человек Живет Где-нибудь Во Франции В каком-нибудь Провинциальном Городе Это точно Такая же Глубинка Из которой Там Вы Не Там Ни Современного Кино Не увидите Не съездите Да Вы в Канны Не поедете Да Или в Финляндии В Швеции В Норвегии В Испании Да То есть Вы живете Да У вас Точно Вы будете Точно В таком же Услове В таких же Условиях Макодица Как если Вы будете жить Там где-нибудь Сям же В Вологодской Области Вот Но У вас будет Доступ К любому Кино Какому Угодно Кино Да То есть Вот Вы есть Вконтакте Вконтакте Есть любое Кино Да То есть Если Например Там Из-за санкции Отрубили Нетфликс Ну пожалуйста Любой сериал Любое кино Все Все доступно Опять же Раньше Я к этому Относился Ну как бы Неодобрительно Да Что Я считал Что Надо обязательно Быть подписан На Нетфликс На медиатеку Там И так далее И так далее Да То есть Платить За то Что мы Смотрим Сейчас Ну как бы Если Вы сами Нас отрубили Ну хорошо Ладно Будем смотреть Бесплатно Поэтому И самое главное Да Что Все время Стараться Выходить Из контекста Да То есть Смотреть Не то Что все Смотрят А смотреть Допустим Вот прямо Сейчас Очень много Интересного Индийского Кино Снимает Очень Интересно Китайцы Сейчас Выступают Очень Классное Кино У них У Ирана Очень Интересное Кино Да То есть Не замыкаться В Голливуде Не Не идти В мейнстриме Да Не смотреть Одних И тех же Мстителей Условно Говоря Которых Все смотрят Всегда Ли Сценарий Подвергается Корректировке В процессе Съемок Если ты Новичок Чаще всего Да Чаще всего Подвергается Может ли Антагонистом Выступать Группа Людей Очень Хороший Вопрос Я вам Подробнее Про конфликты Расскажу Не помню Когда То ли Завтра То ли Послезавтра Чаще Всего В группе Людей Есть Кто-то Один Кто Олицетворяет Эту Группу Да То есть Скажем Когда Там Чапаев Сражается С белыми Да Он не Сражается У него Белые Не выступает Антагонистами Да Там Есть Полковник Бороздин Который Выступает Его Противником Но Он С ним Не Встречается Ни Разу Да То есть Он Не Является Его Антагонистом Антагонистом Чапаева Является Фурманов Вот Здесь То же Самое Здесь Интересные Очень Вещи По поводу Внутри Групповых Конфликтов И Меж Групповых Конфликтов Поэтому Давайте Так Я Не Уклонюсь От Вашего Вопроса Но Я Просто Скажу Что Я Подробнее Об этом Расскажу Чуть Позже Через День Два По поводу Того Как с Группами Выступают Но Сейчас Просто Исходите Из того Что Обязательно Должен Быть Кто-то Кто Выступает От Лица Этой Группы Что Делать Если Хочется Сняться Фильме По Собственному Сценарию Возможно Ли Это Во Во-первых Смотрите Самый простой Способ Это Самой Снять Фильм То есть Самой Организовать Съемки Этого Фильма Это Возможно Это Не сумасшедших Денег Стоит И Сняться В главной Роли Если Вы Работаете С сценаристом В группе Всегда Бывают Ситуации Когда Можно Опять же Если Вы Хотите Этого Можно Договориться С режиссером И попросить Отдай мне Какую Маленькую Рольку Вот А иногда Это Вообще Случайно Бывает Например У меня Я снялся В детективах В свое время У меня Я был Такой Когда Я был Помоложе Я был Немножечко Покрасивше Чем Сейчас Когда Мне было Лет 30 У меня Были Такие Длинные Черные Волосы Густые Вот И Мы Сидели На встрече С режиссером Режиссер Как-то На меня Смотрит И говорит Слушай А там Был Герой Художник У которого Украли Картину Вот И он Так На меня Смотрит Слушай А сыграй Ты художника Я говорю Ну хорошо Говорит Давай То есть Мне вовсе Как бы Не хотелось Актерским Мастерцом Заниматься Он говорит Мы тебе заплатим И мне Действительно Заплатили Причем Мне заплатили Там было Два Съемочных Дня Один День В офисе Детективов И один День Там Еще Где-то Короткие Сцены Которые Каждую За полчаса Сняли И я за это Получил Как сейчас Помню 200 долларов По 100 долларов За смену Ну вот И до сих пор Где-то Да Причем Самое интересное Я потом Встретил коллегу Приехал в Вологду Родителей Проведать И Встретил коллегу Журналиста Вологодского И он мне говорит Слушай Видел тебя по телевизору На первом канале Ты теперь Наверное Миллионер Снимаешься В этих самых И я ему Рассказал Что я 200 долларов Получил Он долго Конечно Веселился Поэтому Да Можно Можно договориться До сих пор Кстати Эта серия Где-то в интернете Есть То есть Если интересно Она называется Ценная картина Вот Если прям Хотите посмотреть На мою Искрометную игру Я очень плохо Там играю Ценная картина Сериал Детективы Так Удачно я родился Привет из Алматы Привет Алматы Очень люблю Был и в Алматы Был и в Астане Проводил Семинары Там И много Очень у меня Коллег И учеников Из Казахстана Так Существуют ли Платформы Где можно Предложить сценарий Есть платформы Где сценаристы Предлагают Сценарий Но к сожалению Нет платформ На которые Продюсеры Заходили За сценариями Поэтому Не очень хочется Писать для местных Каналов Оооо Я вот это Очень люблю А давайте Я буду сразу Писать для Голливуда Ребят Сначала Станьте Ну Добейтесь успеха На своем рынке Вот Не знаю Я не знаю О каком Конкретно Рынке Вы говорите Да Сначала Надо Стать заметным На своем рынке И получить опыт То есть Очень популярное Заблуждение Такое А не буду я писать Для российских Телеканалов Я буду сразу Для HBO Писать Нет Вы сначала Напишите Так чтобы у вас Первый канал Что-то снял Да Или канал Россия Да Или Ереванское телевидение Например Если вы живете В Армении Там очень много Сериалов Снимают И очень хорошие Профессиональные Ребята Работают И А потом Уже Замахивайтесь На Голливуд Потому что Если вы просто Придете Сразу же На Netflix С вашим проектом Вы даже Не поймете Почему у вас Читать не будут То что вы Напишите Потому что Опыт Приобретайте опыт Вы увидите И поймете Про ваш сценарий То что вы Не знаете Сейчас То есть Вы даже не знаете Какие вопросы Задавать Без обид Друзья мои Просто Знаю О чем Говорю Потому что В отличие От многих Сценарных Гуру Я Много Лет Проработал В индустрии И продолжаю Продолжаю В ней Существовать Продолжаю Понимать Что в ней Происходит Например Я провожу Единственную В России Отраслевую Сценарную Конференцию Уже 8 лет Да Где выступают Работающие Сценаристы Так Существует ли Отличие В подходе На вечерних Сериалах Для ТВ И для платформ Типа Кинопоиск Конечно Существует Разумеется Да Там и формат Разница в формате И Ну например Отсутствие цензуры Да То есть Сейчас Пытаются Цензуру Ввести На На разных Вот этих Онлайн платформах Но в целом Там например Матом можно ругаться Вот В эфирах В эфире Там первого канала Вы матом не поругаетесь То есть Там может быть Все может быть На самом деле Матом может быть ругаться И геев могут показывать И курение в кадре Вообще Все Все могут сделать Но Только в том случае Если Константин Львович Захочет Рискнуть И захочет Заплатить штрафы Да То есть Ради фильма Никиты Михалкова Он рискнет Там и матом ругнуться И сиськи покажут Ничего страшного Да Ради нашего С вами сценария Вряд ли Это произойдет Значит ли Присутствие Сценариста На съемочной площадке Совсем не обязательно Бывает и так Бывает так Что нужен сценарист А бывает так Ну у меня были случаи Когда меня вызывали На площадку Очень по-разному Очень по-разному Производственный процесс Устроен Так Джал Ибрагимов Смотрите Я надеюсь Я очень вас прошу Воспринять То что я вам говорю Не как Имперский снобизм Да Потому что Там скажем Относительно Там скажем Относительно Болливуда Или Относительно Голливуда Россия Российская киноиндустрия Провинциальна Да То есть Какие сейчас Самые сильные Индустрии в мире Самая сильная Индустрия в мире Это Болливуд Да То есть Это индийское кино Вторая По мощности Это Голливуд Третья Это Нигерия И четвертая На четвертом месте Российская киноиндустрия Вот Поэтому сейчас Все Все в мире Относительно И То что Мне Я очень люблю Мне очень интересно То что Делают Делают Ну в бывших Советских Республиках И там Прям реально Там Мало Мощностей Мало ресурсов Но Там есть Какое-то Вот это Какое-то Своё Своя оригинальная Жизнь Своё Какое-то Кипение Вот Поэтому Я считаю Что В ближайшее будущее Мы увидим И чем дальше Тем больше Будем видеть Хороших Интересных Оригинальных Фильмов Из Казахстана Из Кыргызстана Из Армении Из Грузии Надеюсь Из Украины Вот Вот это Как бы Такие На мой взгляд Очень Потенциально Интересные Киноиндустрии Вот на настоящий момент Я не знаю Как дальше Там будет Всё развиваться Но Сейчас Вот то Что я вижу Прям очень интересно Так Сложно ли Переработать Пьесу В сценарии Сложно Пьесу Сложнее Переработать В сценарии То есть Это не так Что просто Ты берешь И Меняешь сценарную Запись И снимаешь Всё Так Вы сами Работаете В партнерстве Над написанием Сценария Может ли С вами Поработать Новичок Практически Все мои Сценарии Написаны В соавторстве Потому что Когда Например Вам нужно За Там Когда мы Побег писали Да Там 16 серий Надо было Написать За 4 месяца Одному Человеку Это невозможно Сделать Или Там 32 серии Для канала НТВ Тоже Одному Человеку Просто Понимаете Есть Производственное Ограничение Никогда Не бывает Так Что У тебя Бесконечное Количество Времени Если Проект Запущен Дальше У тебя У тебя У тебя Есть Четыре Пять Месяцев И Собирается Команда И Дальше Вы Командой Пишите Чаще Всего Там Последнее Время Я уже Был Руководителем Команды Я Набирал Сценаристов Я С ними Работал Поэтому В Мастерской Да Может ли С вами Поработать Новичок Нет Нет Так Спасибо Большое Ну все Мне кажется Что мы Более Или Менее С вами Справились Два Часа Большое Достаточно Обширное Занятие Получилось Большое Вам Спасибо За ваши Вопросы Вы Мне Очень Помогаете Потому Что Своими Вопросами Да Потому Что Может Быть Какие То Вещи Я Могу Забыть Упомянуть А вы Меня Подводите И Помогаете Рассказать Вам Именно То Что Вам Нужно Большое Вам Спасибо За Внимание Домашнее Задание Я Сейчас Размещу В Описании Видео И Увидимся Завтра В 12 Часов Здесь На Следующем Уроке Пока Пока